всем привет друзья вот такая у нас погодка вот такие у нас тучки облака очень сильный ветер на улице дождь сыра снега уже нет у нас все уже растаяло и мы сейчас собираемся с домиником идти в магазин дети попросили чтобы я на обед им приготовила спагетти там с подливкой а робби сказал ничего не готовь приду с работы сделаю нам салат мы же худеем так что сейчас прогуляемся вот как раз пришли домой доминик он сумку тяжелую принес помощник помогал мне всем привет сейчас покажем что мы купили и потом буду готовить обед да доминик ты проголодался уже все мама будка и сейчас я творю спагетти и будет у меня вот такая вот заливочка спагетти сделаю по быстренькому так вот наши покупки что мы тут купили с домиником он себе сладости купил вот такое сказал он пробовал у друга или где-то пробовал год не очень понравилось купил я купила вот спагетти сейчас буду варить это очень очень вкусно тоже дети любят начинкой теперь сыр купила для тостеров купила сыр и что еще дарит вот доминик купил себе такие чипсы очень мы любим их они очень вкусные ну конечно это для доминика мы на диете купил себе полу тоже не всегда конечно мы разрешаем ну один раз недельку там можно дети всегда хотят кушать то что то что вредно но зато вкусно потом доминик себе купил вот такую вот ветчину купили салями для тостов хлеб и он купил себе йогурт очень любит вот такой йогурт у с вот такими хрустяшками они хрустят вот эти кексы в шоколаде очень ему нравится и вот на хлеб купили вот такой вот вообще-то любим с чесноком но с чесноком почему-то не было меня такие помидорки взяли и моцареллу вот в общем-то и все ничего особенного так немножечко сбегали в магазин и закупились макароны готовы спагетти подливка тоже готова сейчас солью воду обед готов все как я люблю быстро и вкусно добавила еще сюда чеснока 3 где-то зубочка ну и вот все пахнет просто вообще не передать все доминик уже бежит на час регинка прибежит а мы конечно же будем кушать что-то другое робби приготовил салат сегодня робби приготовил вот такой салат очень очень вкусный здесь огурцы и помидоры грибы немножко зеленого горошка оливки затем вот такой салатик маленький руккола и еще к салату вот немножко кусочки поджаренной индейки белого мяса и сейчас я это все положу к себе в тарелку и у меня вот такой соус бальзамику эссик но это уксус да итальянский уксус бальзамику он очень хорошо подходит томата и моцарелла когда я делаю а еще я забыла сказать здесь фета кезы вот немножко всем приятного аппетита по вязанию вот мой опиум как вы видите да покажу поближе вам горловину оформила закрыла здесь я провязала спицами номер 4 буквально три ряда платочной вязки все закрыла у меня здесь хвостики надо потом спрятать еще не прятала все горловину зафиксировала специально потому что когда меряю чтобы я уже точно знала что горловина готова и могла уже определить по длине изделия и соответственно рукава по длине я все закончила но у меня здесь вот что получается то есть я сделала платочной вязкой вот здесь ровный край а спинку вот это у меня спинка а спинка у меня слегка прям капелька так вот закругленная я так хотела мне захотелось не ровно немножечко немножко закруглить вот такая у меня слегка закругленная вот видите такой слегка закругленная спинка поворотными рядами здесь обратно поворотными рядами вязала причем это изделие она бесшовная здесь спрятать ниточки можно и на лицевую сторону надевать и на изнаночную но мне как-то изнаночная нравится больше она ну как более фактурная такая как-то вот эти вот букляшки они лучше видно да теперь у меня ну вот спицы здесь на рукав один я переодела все петли на спицу а второй рукав вот у меня низ уже готов горловина готова и я вижу второй рукав вот я выполнила подрезы от подрезов я буквально здесь вот сколько сантиметра 4 наверно связала да значит само изделие я вязала все практически без убавок я сделала только лишь так раз 2 3 убавки с одной стороны 1 2 3 убавки с другой стороны причем убавляла не по 2 петли с одной из другой а просто посередине убавляла две петли то есть один раз 2 петли 2 1 2 петли 3 1 1 2 1 3 то есть в итоге я 6 петель просто убавила как такового никакого заужения здесь не видно до рукав вообще буду вязать без убавок хочу чтобы рукав был пышненький широкие и книзу потом просто его вот так вот потуже немножко закрою чтоб пышненько было ну так чтобы кисть конечно прошла вот ну убавки никакие делать не буду вот осталось довязать один рукав и осталось довязать второй рукав так по моему процессу из белой пряжи все я распускаю меня не устраивает расход потому что все-таки очень много кушет платочная вязка я посмотрите сколько связала всего ничего я тут связала да то есть это ну наверно одна четвертая только изделия плюс рукава я намечала все остальное у меня вот 4 моток а вообще если я что-то но вижу просто для себя то у меня в принципе два с половиной мотка уходит на перед два с половиной мотка на спинку то есть из пяти мотков у меня на половину готовое изделие здесь я взяла четвертый моток и топчусь на месте где у меня что тут высота ну сантиметров 25 то есть ни о чем да поэтому мне не нравится все нормально здесь все как бы я попала там в плотность там ширина все меня устраивает но мне не нравится расход и поэтому я передумала эту модель и будет также я буду вязать из этой пряжи но это будет что-то другое это будет джемпер и будет несколько другое вязание вот теперь что у нас с мотивом сегодня я начала снимать мастер-класс и вот это все что я на камеру провязала то есть но это где-то от большого мотива это где-то получается вот здесь что тут у меня вот заполненная арочка и подъем в общем я вот здесь вот ну то есть вот 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 здесь я провязала и вот осталось где-то сантиметров 10 но теперь то начинается самое сложное потому что ряд ввод он увеличивается 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 и вот это вот все вот этот маленький кусочек я снимала мастер-класс два с половиной часа теперь уже обед сейчас придет робби сейчас же съемка не получится вечером если честно сказать я при искусственном освещении не очень люблю снимать особенно мастер-классы поэтому не знаю как получится получится что-то еще сегодня снять или нет если не получится значит уже буду заканчивать завтра и тогда уже будет мастер-класс потому что не хотелось бы мне этот мастер-класса две части делить это всегда проблема в одну часть выставишь потом начинаю спрашивать где вторая часть потом кто-то пришел на вторую часть спрашивает а где первая часть почему-то не могут найти не знаю почему поэтому я все-таки решила что ну немножко подождите и уже одной частью я выпущу весь мастер-класс но это еще не все мне поступил заказ от моей свекрови вот я взяла себе как выкройку и и джемпер ну вот она дала который очень хорошо на ней ей нравится все устраивает длина рукава длина изделия все 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 я как бы ну как в качестве выкройки до взяла этот джемпер свекровь попросила связать ей вот из этой пряжи и понравилось я хочу эти две пряжи смешать вот это пряжа и трофил кашмир написано это искусственный кашемир вот здесь у нас 100 граммовый прям моточек сто процентов до 100 грамм двести двадцать пять метров здесь стопроцентный микро кашемир значит вот все обозначения и написано здесь спицы номер четыре крючок номер три я хочу добавить вот по цвету прям подходит от и до и это вот такая немножечко с блеском из серединой такая ниточка я думаю что они очень хорошо друг с другом будут комбинировать это пряжа yarn art силки вул эту пряжу я покупала когда была в москве здесь color 334 кому интересно это очень очень тонкая пряжа и вот здесь пожалуйста все обозначения по рекомендациям а что у нас здесь так 35 процентов шок и 65 процентов мериносовая шерсть это 25 граммовый моточек здесь 190 аж целых метров то есть очень хороший метраж для подмота все равно очень хорошо тоненькая ниточка хочу посмотреть какие спицы и не могу найти где здесь так все таки я вот здесь нашла значит спицы рекомендуют 3 миллиметра я эту тоненькую ниточку смешаю с вот этой ниточкой и буду вязать на спицах четыре с половиной вот смотрите вот так вот я думаю очень хорошее сочетание получится да вот эти две пряжи я смешаю я уже нашла узор один вот посмотрите мне очень понравился этот узорчик свекров попросила не слишком ажурное что-то но и не просто лицевую гладь и я выбрала вот такой легкий узор и вот постараюсь свекрови связать джим пирог побыстрее чтобы она еще смогла его весной надевать вот в общем то и все такие мои новости по вязанию все вам рассказала показала пока к своему второму процессу который у меня неоновый и с пайетками я пока не притрагивалась мне очень хочется закончить вот этот процесс из опиума хочется мне очень это все постирать довести до ума сделать фото сессию потом уже как говорится двигаться дальше так что на сегодняшний день вот такие мои продвижения такие новости на этом свое видео хочу закончить всего вам самого наилучшего и до новых встреч